Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас прогноз на октябрь месяц для дорогих наших овнов. Овны – это ваш гороскоп на октябрь месяц. И вас может ожидать очень увлечённое, очень, можно сказать, занимательное время. Здесь можно отметить, что большая часть октября будет связана с затмениями. И эти затмения будут 14 и 29 октября по Алматы, по казахстанскому времени. 14 октября будет у нас солнечное затмение, и оно будет у вас в вашем седьмом доме гороскопа. И это ось отношений. А 29 октября будет лунное затмение, и оно будет в вашем втором доме финансов. И это две важные составляющие на ближайший период вашего будущего. Отношения, партнёрские, брачные отношения и доходная часть, финансы. Вот всё, что будет главным приоритетом в этот коридор затмений. Уж так получается, что этот период будет охватывать именно эти два ваших важных дома. Итак, обо всём по порядку. Буквально в начальных числах октября, с 6 октября, планета Меркурий входит в седьмой ваш дом гороскопа. Это тема, которая поднимает ось отношений. Ось, которая говорит о том, что все отношения, все те другие люди, которые будут с вами контактировать, будут очень важны для вас. И Меркурий несёт много вестей для вас. То есть люди, которые коммуницируют с вами, будут приносить вам много писем, много смс, много телефонных переговоров. Также это могут быть буквально сделки, подписания договоров. И здесь может быть очень важной темой именно также личная часть отношений. Ведь седьмой дом гороскопа будет проигрываться по лунному затмению. А мы все знаем, что затмения проигрываются даже за месяц до самого затмения. То есть эта тема могла уже начать обозначать важные вехи буквально с 14 сентября. И этот Меркурий как вестник, добрый вестник, он несёт, возможно, этот ветер перемен. И даёт возможность разрешить те задачи, которые для вас могут быть очень глобальными. 10 октября планета Плутон, она с 5 мая по 10 октября была в ретроградном движении. И сейчас 10 октября она будет разворачиваться в своё прямое движение. И, конечно же, вы, дорогие мои овны, будете озадачены именно теми задачами, которые несёт именно 10 дом гороскопа. А это бизнес, это задачи карьеры, с работой все вопросы могут быть связаны. Те цели, которые вы себе ставите, возможно, они у вас не так легко проигрывались в вашей жизни. И сейчас время разворота Плутона может дать высвобождение каких-то энергий, которые могут позволить вам решить именно дом бизнеса, дом работы. И этих целей и задач, которые могут отвечать на вопрос, какая же роль вашего непосредственного участия в социуме. И здесь эти все задачи будут выдвигать именно 10 дом гороскопа. Нужно понимать, что именно в эту же дату, 10 октября Венера, она у вас была с 1 по 10 число в вашем 5 доме гороскопа. Это те вопросы, которые связаны с детьми, с вашими личными отношениями, хобби, путешествия. Сейчас Венера будет переходить в ваш 6 дом гороскопа. И теперь это уже будет возможность. Венера – это малое счастье. Это все те возможности, которые она будет вам позволять разрешить в рабочих моментах, в заботе, в каждодневном исполнении вашего долга. Будет проявляться ваша, возможно, гармония. И, возможно, вы, дорогие овны, вы очень склонны импульсам, действиям. Возможно, у вас появится больше возможности проявить гармонию, наладить отношения с доброй половиной женской по Венере. Если для кого-то это очень актуально. И, возможно, это даже на работе привести какие-то отношения в гармоничное состояние. Возможно, наладить свой финансовый канал. Тот, который идет заработок на работе. И здесь очень даже хорошо может проявиться тема здоровья после 10 октября. Возможно, в этот период нужно будет сделать упор на обследование своего здоровья. И получить, возможно, какую-то диагностику, чтобы подкорректировать его. Либо, возможно, добавить спортивной деятельности в свою жизнь и сбалансировать свое питание. Все это потребует внимания по Венере с 10 октября. И нужно еще понимать, что в этот период также Венера будет в соединении с Черной Луной. Поэтому, возможно, будет много переживаний. Будет много каких-то таких слишком щепетильных вопросов подниматься по теме Венеры с Черной Луной в соединении. Которая может касаться также финансов ваших. Когда нужно не перетратить, не сделать растраты большие какие-то по вашим каким-то актуальным вопросам, которые требуют завершения. Но здесь также сказывается самое главное, что по Венере мы должны здесь уделить внимание гармонии своего личного ощущения, как я себя чувствую. Гармонии работы и отдыха, гармонии своего физиологического состояния. Сколько усилий я трачу в день и насколько я балансирую свою энергию. Здесь все это может иметь благополучное какое-то по здоровью гармоничное распределение. И шестой дом сам-то по себе он обозначает проблемы. Но Венера, она дает разрешение этих проблем. И они могут быть также и в работе связаны, связаны, возможно, с какими-то ремонтными работами. И вообще они могут даже и в доме какие-то поднять вопросы. Поэтому щепетильно здесь самое главное не сделать перерасход. Так как Венера будет все же таки в соединении с Черной Луной. И здесь, может быть, для кого-то это будет очень даже важной темой. Включить режим питания, сбалансировать свое. Возможно, проверка на какие-то по Венере физиологические состояния. Здесь могут быть какие-то иммунные, возможно, аллергические какие-то проявления. Осенний период наступают. Также здесь, возможно, нужно будет уделить умеренности своего питания в сладком. Так как Венера в соединении с Черной Луной может говорить о том, что хочется очень сладкого. Возможно, в каких-то вкусняшек. И здесь нужно вот эти удовольствия, которые все приносят Венера, нужно будет, конечно же, контролировать. 13 октября планета Марс будет входить в восьмой дом вашего гороскопа. А это общие финансы, бюджет. И здесь Марс был в седьмом доме отношений, а сейчас будет высвечивать всю тему актуально, энергию добавлять именно в восьмой дом гороскопа общих финансов. И, возможно, здесь будут новости какие-то о общих доходах, о чужих каких-то вложениях, возможно, не ваших средствах. Но, тем не менее, вы ими можете распоряжаться, допустим, семейный внутренний бюджет, супругов. И, допустим, если вы получаете известие от вашей половинки о том, что увеличиваются какие-то доходы. Возможно, здесь темы кредитов, наследства могут выйти на передний план. Или же даже выплаты государственных каких-то пособий. И здесь с 13 октября, дорогие овны, уделяйте своему еще также психологическому состоянию, так как здесь может быть некая трансформация. Ведь планета Марс, она входит в знак Скорпиона. И здесь, возможно, для кого-то будет актуально уделить психологическим каким-то моментам. Посещение психолога, консультации, ретриты. Возможно, для кого-то это будет желание как-то иначе посмотреть на свою внутреннюю составляющую. Возможно, тема эзотерики поднимется для вас актуальной темой. И здесь могут быть очень актуальны какие-то, возможно, активные действия. Ну, возможно, динамические медитации, активный спорт, йога. Если она будет не просто дыхательной, а будет очень даже активной физиологической проявления каких-то действий, которые могут вас трансформировать в этот период времени. 14 октября у нас начинается коридор затмений. И здесь происходят очень сильные изменения по вашему седьмому дому. И, возможно, это тема отношений личного характера. А, возможно, это тема отношений каких-то партнерских отношений в бизнесе. Бизнес-отношения. И здесь могут быть новые знакомства, новые какие-то приоритеты, которые вы будете выставлять в этот период времени. Когда затмение будет по солнечному знаку весов, будет высвечивать всю тему партнерских отношений. И, возможно, эта тема уже высвечивалась у вас. И сейчас она будет очень актуальна. Говорить о том, что вот партнерские отношения нужно корректировать. Нужно, возможно, новые отношения какие-то включать в свою деятельность. А, возможно, выводить свои отношения на новый уровень. Как в брачных отношениях, так и в социуме. В работе, рабочие отношения. Все это поднимет тема седьмого дома гороскопа. И 22 октября планета Меркурий будет входить в ваш восьмой дом финансов. Там, где у вас и Марс 13 октября вошел. И Меркурий будет нести вам известия, какие-то сообщения. Возможно, какие-то новые сообщения об инвестициях вы, возможно, получите. Очень даже актуальная это может быть тема. 24 октября Солнце будет входить в этот же восьмой дом гороскопа доходов, имущества. Возможно, эта тема коснется, что какие-то ваши инвестиции увеличиваются. Солнышко оно увеличивает. И, возможно, доходная часть ваша даже может увеличиться за счет финансовых поступлений общего бюджета. Здесь нужно отметить, что уже 29 октября случится лунное затмение в вашем втором доме гороскопа. Это тоже тема финансов, только уже ваших доходов, финансов, которые приходят в вашу жизнь. И здесь может проясняться ситуация, тема доходов и расходов, перераспределений. Иначе здесь нужно будет обратить также внимание, что в этом же втором доме гороскопа находится планета Уран в ретроаградном движении. И планета Юпитер также в ретроаградном движении. И, возможно, вы будете пересматривать какие-то ситуации, связанные с вашей доходной частью, с вашей самооценкой. И это будет очень важно для вас и нужно на разрешение вопросов для того, чтобы повысить вашу финансовую составляющую. И хочется отметить, что лунное затмение по алматинскому времени будет 29 октября в 2 часа и 13 минут ночи по алматинскому времени. Естественно, если это московское время, то минус 3 часа. Это уже будет 28 октября. Поэтому разница во времени, когда приходится у вас затмение на вашу карту, вашей натальной карты, посмотреть, как он проигрывается, этот период, на вас и какие значимые, возможно, планеты у вас находятся. Здесь очень важно будет отметить тему тельца, 6 градуса тельца, в котором будет лунное затмение происходить. И если здесь плюс-минус 3 градуса будут какие-то значимые у вас планеты, солнце, луна, асцендент, либо угловые дома гороскопа, то значит, это лунное затмение будет очень сильно проигрываться на вашем гороскопе. И нужно понимать, что тема этих затмений по октябрю, она включает некую гармонию, чтобы человек увеличил эту гармонию в своей жизни. Потому что тема и солнечного затмения 14 октября, и лунного 29 октября, все это будет управление Венерой. Венера, она у нас очень благоволит личным отношениям, финансовым отношениям, и, возможно, навести эту гармонию будет очень благоприятно, если вы уделите внимание именно на эти сектора гороскопа. А для вас, дорогие мои овны, это тема финансов, и 8-й и 2-й дом гороскопа поднимает очень ярко, и тема отношений, которая включается по солнечному затмению, тоже очень ярко проигрывается в данном случае. Поэтому, если приходит вопрос, лучше его решать, лучше его благополучно разрешать для того, чтобы эта тема проигрывалась для вас положительно. Потому что в солнечное и лунное затмения мы не можем события корректировать, скажем так, более легким способом. Если приходит затмение на этот сектор гороскопа, значит, пришла тема принять те решения, которые возникают в этом секторе финансов, отношений, гармоничных каких-то положений дел. А возможно, для кого-то это будет даже тема творчества по Венере. Тема, которая может быть актуальна для разрешения каких-то даже своих творческих аспектов. Но всё это, конечно же, дорогие мои овны, будет в целом зависеть от вашего личного гороскопа. А это прогноз на общий по солнцу, по асценденту. Мы будем смотреть, как он может проигрываться. Но более детальную характеристику всё равно можно увидеть только в рассмотрении более именно с вашим личным гороскопом, с вашим наталом. Когда мы просматриваем это в совокупе, куда ложатся также основные темы ваших, возможно, угловых домов, каких-то значимых планет, куспидов домов. Всё это важно смотреть, конечно, индивидуально. Но, в общем, картина, которая у вас, дорогие овны, проигрывается, это тема финансов. Поэтому разрешайте её себе во благо. Удачи и гармонии вам в октябре месяце. Познать её через Венеру и через эти солнечные и лунные затмения. Всех благ вам, дорогие мои. До новых встреч в эфире.